Виктория Козлова Прежде чем перейти непосредственно к тест-драйву, давайте я немного расскажу о компании BI Consultant, кто мы чем занимаемся. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компании системы бизнес-адналитики. Под внедрением мы понимаем полный цикл работы. Это и написание технических заданий, проектирование будущей системы, построение озер данных и полноценных ДВХ-хранилищ, если это необходимо в рамках проекта. И, соответственно, техническая реализация. Сюда также относятся обучение как конечных пользователей, так и команды разработки. Мы имеем свой собственный учебный центр. Он находится в городе Санкт-Петербург, и при этом мы проводим курсы удаленно, если это необходимо. Более подробная информация есть на нашем сайте DataFinder. Я обращаю внимание, что сайт очень полезный и интересный. Если вы изучаете сейчас отечественные BI-системы и стоите перед выбором, можно посмотреть платформы, которые сейчас есть на рынке. В разделе «Услуги», то есть можно понять, какие услуги сейчас мы можем предлагать вам. Это, как было озвучено, поддержка, внедрение BI-системы. Также это техническое задание. И курсы. Сейчас, допустим, мы можем проводить курсы по большинству отечественных BI-систем, в том числе и если вас заинтересует FlyBI или сама система Foresight, можно будет обратиться к нам, и мы проведем обучение. Ссылку на наш сайт направлю дополнительно позже в чат. Давайте, коллеги, мы сразу проговорим орг-моменты. Первое, что у всех участников по умолчанию отключен голос, то есть говорить могут только ведущие вебинары. Далее. Все вопросы, просьба писать во вкладке «Вопросы». Это находится наверху, есть чат, где есть информация сейчас, где общаемся, не общаемся, и есть вкладка «Вопросы». Вопросы мы будем принимать, зачитывать, отвечать только из этой вкладки. У нас с вами вебинар функционально разбит на несколько блоков. Первое – это приветствие некоторое. Второе – это у нас будет разбор уже модели построения технической после нее блок-вопросов и по итогам визуализации. Модератором сегодняшней встречи выступает Александра. Цель нашего вебинара – это показать максимально весь процесс внедрения BI. То есть после того, как пройдет вебинар, мы нацелены на то, чтобы у вас появится понимание, что из себя представляет система FlyBI. Сложится понимание по архитектуре решения, алгоритмы внедрения, какая команда нужна для внедрения и другие более такие тонкие настройки, которые есть. Еще раз напомню. Сегодня у нас тест-драйв системы бизнес-аналитики FlyBI. FlyBI – это новый продукт класса Sales Service от компании Farsight. И передаю слово Юлии Кудрявцевой, для того, чтобы она более подробно рассказала вам об этой системе. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рады, что вы собрались на нашу информационную сессию. Сегодня мы расскажем немножко, что такое компания Farsight, какие у нас есть продукты и как вписывается наш новый продукт FlyBI в нашу линейку, которую достаточно давно и успешно мы продвигаем на рынке. Женя, давай следующий слайд. Итак, кто мы такие? Мы российский вендор. Мы присутствуем на рынке, как Farsight, уже больше пяти лет. Мы являемся наследниками технологии компании ProGnoz, которая в свое время была достаточно широко представлена на рынке, входила даже в квадрант Гартнера в конце 90-х, начале нулевых. У нас есть исключительные права на все продукты ProGnoz, и мы достаточно давно их развиваем, сделали ребрендинг, существенно их расширили, улучшили, и на их основе выпустили продукты, и даже продолжаем выпускать, собственно, новые продукты вокруг экосистемы аналитических решений наших. Штаб-квартира наша находится в Москве, основные производственные базы находятся в Перми и Санкт-Петербурге, более 350 человек команда, и здесь справа вы видите перечень наших продуктов и решений, которые мы продвигаем на рынке. Основные наши продукты – это две платформы. Аналитическая платформа Foresight, Foresight аналитическая платформа, класса цифровая аналитическая платформа для создания корпоративных решений, есть еще мобильная платформа, и на базе аналитической платформы есть, собственно, коробочные продукты, сводная отчетность, бюджетирование, управление инвестициями, кредитный конвейер. Но сегодня мы сосредоточимся на нашем новом продукте, который является логическим продолжением наших успехов в области бизнес-аналитики, и, собственно, сегодня сосредоточимся на нем. Еще несколько слов о компании. Жень, давай идем дальше. Мы участвуем во всякого рода рейтингах, я не буду останавливаться подробно на каждом из них, слайды будут у вас, вы ознакомитесь. Мы достаточно активно работаем с компаниями из разных отраслей. Здесь только некоторые заказчики, с которыми мы взаимодействуем по разным темам, и здесь видите вы, что это достаточно крупные заказчики из разных отраслей. Но на сегодня их более 70, и мы даже сейчас продолжаем поддержку международных компаний, которые еще до сих пор используют прогноз платформы, например, Международный валютный фонд. И, тем не менее, они никуда не ушли, даже невзирая на санкции, продолжают пользоваться российским ПО. Давай дальше. Мы классический вендор и развиваем достаточно активно партнерскую экосистему. Уважаемая компания BioConsult входит в нашу партнерскую экосистему наряду с большим количеством других партнеров, которые имеют экспертизу, ресурсы. Более 800 человек на сегодня сертифицированы по решениям Foresight по разным областям и продуктам. Дальше. Мы очень активно работаем с точки зрения совмещения с продуктами других российских ВИА-вендоров с точки зрения СУБД, операционных систем и так далее, для того, чтобы предоставить комплексное решение в импортозамещающем окружении. Здесь вы видите, что наряду на самом деле с большим количеством западных вендоров и поставщиков из СУБД и операционных систем, те, которые были настолько распространены раньше в Российской Федерации, мы вот здесь сосредоточились на поддержке программного обеспечения от российских вендоров. Это российские СУБД, российские операционные системы, возможности интеграции со средствами защиты информации. И также мы поддерживаем работу с open-source NPO. Далее. Ну и теперь то, о чем мы будем говорить сегодня. Как я уже сказала, основная наша флагманская платформа это цифровая аналитическая платформа Farsight-аналитическая платформа. На ее основе сделаны продукты, которые вы здесь видите. Это своего рода преднастроенные конфигурации для решения определенных, заточенных под определенных бизнес-функции, бизнес-задач. И несмотря на то, что в аналитической платформе Farsight есть, сейчас есть и сейчас используется большое количество инструментов визуализации отчетности, это и дэшборды, и регламентная отчетность, и АЛАП-отчетность, тем не менее мы решили выпустить, и в этом году это сделали, новый продукт класса self-service, который может работать как самостоятельно, так и в связке с аналитической платформой Farsight, как источником данных, и предназначен он для конечного потребителя. Конечно, сейчас, на сегодня он не такой мощный, как, допустим, текущие инструменты Farsight аналитической платформы, это только начало, но тем не менее, оцените наши первые шаги, продукт будет развиваться и в перспективе заменит дэшборды, которые мы поставляем вместе с Farsight аналитической платформой, и АЛАП-ники также. И я передаю слово продуктовому менеджеру по визуализации отчетности Жени Богданову, чтобы он вам рассказал основные функциональные возможности продукта, а далее наши уважаемые партнеры покажут тест-драйв, кейс, как они с нуля создают на FlyBI модели и строят визуализацию. Женя, пожалуйста. Прошу прощения, сейчас слышно? Включи микрофон, у тебя отключен микрофон. Так, отлично. Ну, коллеги, итак, FlyBI – это наш новый продукт, который вышел буквально недавно, в апреле этого года. Это система легкой бизнес-аналитики, рандированная на конечном пользователе. Продукт у нас заточен на веб, на использовании вебе, то есть он полностью работает в браузере. Ну, основные возможности позволяют загружать данные из различных источников, обогащать их какими-то собственными данными и работать в итоге со связанной моделью данных. В процессе разработки мы стремились создать удобный инструмент, который бы содержал там широкие возможности по визуализации данных, ну и также там обеспечивал необходимый уровень безопасности и интеграции с нашими другими продуктами. Тут, наверное, нужно заметить, что, в принципе, мы позиционируем наш продукт как замену таких продуктов, как Microsoft Power BI, Tableau и ClickSense. Теперь пару слов немножечко о сравнении нашей флагманской платформы Enterprise решения Foresight аналитической платформы и продуктов FlyBI. То есть часто задают вопрос, не заменит ли FlyBI платформа, как они будут там вместе взаимодействовать. То есть нужно все-таки подчеркнуть, что платформа Foresight — это наше корпоративное enterprise решение, она в большей степени ориентирована на продвинутых аналитиков и на разработчиков, содержит там такие уникальные инструменты, как там стройный объектно-ориентированный язык программирования, собственная среда визуальной разработки, отладки, инструменты продвинутого анализа, моделирования, многое-многое другое. Но с другой стороны FlyBI — это как бы система самообслуживания, self-service, которая условно может реализовать 70% того функционала, который есть в платформе, но в несколько более дружелюбном, более, скажем так, интуитивном виде. Можно сказать, что многие функции реализуются в пару кликов. И таким образом сама платформа Foresight также реализует немножечко другой подход к разработке, то есть она больше приспособлена для решения задачи класса Guided Analytics, то есть когда пользователь, скажем так, открывает различные преднастроенные объекты, преднастроенные отчеты, преднастроенные дашборды, запускается расчет преднастроенных методик, и пользователь таким образом производит анализ. А FlyBI, соответственно, как система, больше ориентирована на задачи Data Discovery, то есть быстро покрутить данные, посмотреть на них с разных сторон, найти какие-то выбросы, посмотреть там со всех сторон на наши данные. И можно сказать, что FlyBI и Foresight платформа не противоставляются друг другу, а таким образом органично дополняют друг друга, образуя собственную экосистему BI-решений. Ну и также нужно отметить, что сам FlyBI, он создан на базе технологии Foresight платформы. Как же строится работа пользователя с системой? То есть немножко предвосхищая практическую часть, просто кратко расскажу, что работа пользователя состоит из двух шагов. На первом шаге формируется, создается модель данных или универс, то есть пользователь добавляет источники данных, это могут быть таблицы серверов СУБД или файловые источники данных. Дальше пользователь связывает их между собой, настраивает дополнительные параметры, типы связи, фильтрацию и так далее. Может также создавать вычислимые показатели. И на втором шаге непосредственно уже проводит визуализацию данных, то есть создает, выбирает ту визуализацию, которую он хочет создать, тип визуализации, выбирает интересующие разрезы данных, группировки, какие-то функции агрегации, и уже из созданных визуализаторов формирует какие-то преднастроенные дашборды, если это нужно, в каких-то разрезах анализа. На этом слайде мы представили какие-то примеры визуализации, которые мы ранее создавали в нашей системе FlyBI. Ну и также хотелось бы сказать пару слов по интеграции с Foresight аналитической платформы. Продукт умеет интегрироваться с Foresight. В частности, мы можем открывать из репозитория Foresight аналитической платформы не только какие-то отдельные таблицы, где находятся данные, но уже готовое измерение и, что еще более важно, готовые модели данных или кубы. Таким образом, если мы открываем из Foresight аналитической платформы ранее созданный многомерный источник или куб, в этом случае у нас прямо в модель данных переносится готовая модель. То есть это может быть центральная фактовая таблица, которая уже будет сразу из коробки связана с несколькими измерениями или несколькими справочниками, которые все вместе интегрируются в модель и отображаются в связанном виде. Теперь пару слов о архитектуре решения. Как я уже сказал, FlyBI — это веб-система, которая работает в браузере, и, соответственно, через интернет или интернет соединяется с вашим сервером FlyBI. Мы встроили систему, используя принципы высокого параллелизма, то есть в принципе в будущем будет доступно горизонтальное масштабирование системы, то есть будут реализовываться, возможно, будут реализовываться кластерные конфигурации, то есть когда какая-то нагрузка через оркестратор будет распределяться на несколько узлов в кластер. Ну и здесь еще также нужно отметить по режиму извлечения данных. Мы реализовали два режима работы с данными. Первый режим — это режим «живой», когда пользователь непосредственно подключается к нужным его данным, и, соответственно, запросы годавно выполняются на удаленном сервере, и, соответственно, какая-то агрегация также выполняется на удаленном сервере. И второй режим — это режим извлечения данных. То есть если пользователь загружает, связывает различные источники, которые существенно разные по структуре, находятся на разных серверах в СУБД, то в этом случае мы даем возможность это делать через внутренний движок, который основан на базе околоночной СУБД Клихаус. То есть пользователь натаскивает модель данных в таблицу из одной СУБД и из другой СУБД, и все эти данные будут загружены в хранилище на базе Клихаус. При этом работу пользователя мы не блокируем, то есть пользователь может сохранить этот проект, данные будут извлекаться в фоновом режиме, и потом вернуться к этому проекту, когда экстракция произойдет, и, соответственно, она уже сможет полноценно работать с этими данными. Ну и вот этот слайд у нас также иллюстрирует по поводу вот этих двух разных подходов между Foresight платформой и FlyAbi. То есть если FlyAbi, как я уже говорил, реализует подход Data Discovery, анализ на лету, то Foresight платформа больше ориентирована на Guided Analytics, то есть на создание заранее настроенных, преднастроенных объектов, отчетов, экспресс-отчетов, методик и так далее. И, соответственно, все эти две системы, эти два подхода могут органично интегрироваться между собой. Так, ну здесь мы вспоминаем про архитектуру Foresight платформы. И буквально завершая мое выступление, расскажу, что вот у нас вышла в начале этого года версия, первоначальная версия. Мы сейчас проводим активно ее апробацию среди потенциальных заказчиков и партнеров. И активно начинаем развивать уже продукт. У нас выпуски продукта будут осуществляться каждый квартал. Каждый квартал мы будем поставлять новые функции, расширять функциональность продукта. Вот здесь мы видим на слайде, по каким направлениям мы будем развиваться. Ну и пару слов о производительности. Мы оцениваем производительность обработки данных ввиду того, что мы используем колоночную спутенную базу ClickHouse. Пиковую производительность можно оценить до 100-200 миллионов строк в секунду. То есть если будет рассчитываться какой-то агрегат, то можно рассчитывать примерно на такую производительность при расчете данных. Ну и односерверная конфигурация также будет поддерживать до 400 одновременно подключенных пользователей. Коллеги, наверное, на этом у меня все. Я так понимаю, что сейчас вопросы будут позже. Тогда передаю слово, передаю микрофон. Коллеги? Мы тут посмотрели, что вопросы, которые задавали, уже в принципе были отвечены. То есть спрашивали по миграции данных. Поэтому предлагаю сейчас действительно пропустить этот блок и перейти уже непосредственно к тестированию системы FlyBI. Как мы знаем, что успех любого успешного внедрения заключается в правильном грамотном подходе. Здесь мы, соответственно, пошли по этому же пути и создали некое техническое задание, которому мы, соответственно, и реализовывали систему, и также направляли изначально вендору, то есть в данном случае компании Foresight, для того, чтобы они понимали, какое было ТЗ на входе, какие были требования к системе. Также у нас есть три источника данных, на которых необходимо было построить непосредственно саму модель приложения по ТЗ. То есть у нас есть некоторый, Михаил, руководитель, который любит путешествовать, не любит сидеть дома и хочет смотреть отчетность из любой точки мира. У него есть требования, как у любого руководителя видеть, как у него продаются, идут продажи по компании, какая у него прибыльность, есть ли в этом сезонность, и в разрезе по менеджерам и по товарным группам. Порядка 18 вопросов, на часть из них мы сегодня с вами ответим. Источниками данных первоначальных были, это у нас Excel файл с данными о сотрудниках, там информация по заказам, клиентам, товарам и товарным категориям, и XML файл. И что именно, как получилось построить модель данных и как это реализуется в FlyBI, вам непосредственно покажет Евгений Лыков. Евгений передает тебе слово. Добрый день, коллеги. Экран мой видно. Да, видим окно входа в систему. Итак, как говорил Евгений, это веб-платформа, то есть нам достаточно просто зайти по адресу сервера, и у нас сразу окно авторизации. Так, введем в систему. И сразу же нас приветствует главное меню, где мы видим уже сразу проекты у нас доступные, созданные, где мы можем их пофильтровать, найти нужный, отсортировать в каком нужном порядке. Также у нас есть менеджер безопасности, который позволяет администрировать пользователей, группы, назначать права, доступы и прочее подобное. Ну и выход из системы, чтобы разлагиниться и войти по другим пользователям. Итак, для того, чтобы создать новый проект, мы нажмем на кнопочку «Новый проект». Сразу же его переименуем, как нам надо. Переименим к консоропу. И сохраним. Чтобы обратно вернуться в меню к проектам, это на кнопочку «Трех полосочек» жмем, и вот он, наш новый проект. Итак, для начала работы нам необходимо добавить источники данных. Я нажмем на плечик рядом с названием «Источники». И сразу же видим, какие источники мы можем подключить на данный момент. Это Microsoft SQL, Postgre, Oracle и ODBC-коннекторы. Также загрузка из файлов. И источники FAP — это из форсайта. Ну что ж, добавим наши Excel. Так, очень понравилось, что в этой системе не надо париться с листами. Excel экспортирует прямо все листы с данными. Можно выбрать разделитель дробной и целой части и указать, что первая строка заголовками. Добавляем все наши три источника. Так, и последний. Так, вот наши все источники. И все листы разбились на таблице. Для того, чтобы переместить их, ну, начать создавать нашу модель данных, их достаточно либо драг-н-дропом перетащить в область, либо двойным кликом по ним. Кстати, замечу интересную функцию автоматические связи. По умолчанию она выключена. Мы ее включим. И когда мы добавляем новые таблицы, то они у нас автоматически связываются по совпадающим полям. Так. Добавим остальные таблицы. Но надо тщательно иногда следить за тем, по каким полям происходит связь. Вот, например, у нас произошла связь по офису Customers по полю адрес, что, естественно, нам не нужно. Для того, чтобы удалить такую связь, мы просто жмем на ней правым кликом мыши и удаляем ее. Связать нам надо MPO и orders. Для того, чтобы это сделать, достаточно из любой таблицы по... Найдя курсор на дно от этой таблицы, просто протянуть до той таблицы, которую нам нужно связать. Сразу же появится окошечко с тем, как, по каким полям нам нужно это связать. То есть в Employee это у нас MPID, а в orders это у нас Employee ID. Вот так как они по-разному называются, поэтому автоматическая связь у нас не произошла. Все. Мы создали эту связь. Кстати, замечу, что, ну, минимально все-таки эта система нацелена на такой серфинг данных самостоятельный пользователь, но минимальное понимание проектирования вот этой модели данных все-таки необходимо для того, чтобы вот такие вот моменты учитывать и не думать потом, что же случилось не так и почему модель построилась неправильно. Так. В нижней части мы сразу видим, что у нас открывается предпросмотр данных полученной модели. Также мы можем сразу отфильтровать данные. Ну, например, вот в Employee ID выберем меньше трех. То есть для этого достаточно нажать на кнопочку здесь, либо перетащить какое-то нужное нам поле в строку с формами, либо просто начать вводить его. Но у нас сразу же предложатся варианты. Это мы видим, с какой таблицы и какие поля. Мы можем их подцепить. То есть нам по Employee ID, например, логическое выражение создаем, там, меньше трех, да? Ну, применить. Все, данные у нас отфильтровались. Мы будем анализировать только их возможности. Будем иметь другие данные уже не будут видны при анализе. Итак, ну, сбросим фильтр. Теперь все данные. Далее. Все поля можно переименовать, например. Это у нас номер заказа. Также мы можем скрывать ненужные поля, которые нам нет необходимости видеть при анализе данных, чтобы мы не путались. Делается достаточно просто. Типа вот OrderDate у нас два раза повторяется, нам достаточно только одну видеть. всякие ID-шники, по которым у нас связываются данные и подобное. То есть если этот флаг переключить, то у нас и здесь не будет видно этих полей. То есть они никуда не исчезают, они остаются в модели, но мы их не будем видеть при анализе. Так, давайте еще дальше переименуем наши поля. Так, это дата заказа. Стоимость выставки. Это у нас месяц. Цена. Это у нас число. Ну, то есть я специально именую их по-русски, чтобы вы понимали, что система нормально работает с русскими наименованиями. Даже с теми, где есть пробел. Никаких проблем не возникает. Ну и ладно, можно дальше переименовывать. Надеюсь, будут вопросы. Я это сделаю там на виду красоты. Также можно переименовывать таблицы. Сразу. И переименуются везде и в будущих форумах. Итак, помимо основных полей из источников данных, нам также требуются очень часто вычисляемые поля. Давайте их добавим. То есть... Так. Нам потребуется, например, видеть товарооборот. Для этого нам нужно цену умножить на вещество. И все. Поле создано. Так. Для того, чтобы не переключаться постоянно на русский и английский, я переименую все поля, которые там понадобятся, на русский. на закупки. На закупки. Нужно. Это не нужно. Это у нас наименование категории. Категории. Так. Так. Еще нам потребуется прибыль. Прибыль. Это у нас тоже цена закупки товара. У нас цена пара проданного умножить на количество. Количество. Умножим на скидку. Ну, скидка у нас представлена в виде дроби, поэтому 1 минус скидка. Чтобы, если она нулевая, у нас не умножилась на ноль, и все не оказалось нулевым. И вычтем расходы. У нас цена закупки. Умноженная также на количество. И, ну, на стоимость доставки. Плюс стоимость доставки. Проверим все. То есть, как вы видите, вычисляемые поля создавать достаточно просто. Это, ну, как обычные математические операторы. Умножить, поделить, минус, плюс. Также есть некий набор функций, которые тоже нужно использовать в будущем. Ну, сейчас они, в принципе, нам не нужны пока есть. Поэтому сохраним. Так, еще нам потребуется привести среднюю, ну, скидку для того, чтобы в более дружелюбный для глаза формат. Средняя скидка в процентах. Это у нас 100 умножить на скидку. Все, сохраняем. Проверим. В принципе, все почиталось правильно. Так же, что мы видим на этой вкладке модель данных. Это у нас, ну, общая сводка. Посмотреть, сколько у нас в модели данных источников, сколько у нас задействованы таблицы из них. Так же переключатели между прямым подключением и извлечением данных. Фильтр рассказал авто. А, вот еще кнопочка автообновления. То есть, например, если у нас источники данных, это какие-то базы данных, откуда очень долго вытягивать что-то, чтобы они не постоянно не мелькали, не мелькал предпросмотр, можно просто переключить это и обновлять вручную. Так же, а все. Вот так просто у нас построилась модель данных. Да, главное не забывать сохраняться. Вика, перейдем в блок вопросов, если они есть у нас. Да, я думаю, что можно перейти к вопросам. У нас, спасибо большое, Евгений. Есть вопрос по лицензированию, но сейчас мы пока на нем не будем останавливаться. Мы вернемся к нему в конце уже нашего вебинара, да, и чуть подробнее коллеги из FlyBI нам расскажут об этом. Дважды задавался вопрос по поводу ролевой модели и возможности настройки RLS на уровне столбцов строки. В принципе, вот, наверное, про уровни доступов, да, настройки прав доступа я бы попросила коллег чуть-чуть побольше рассказать. Юлия, Евгений. Да, коллеги, давайте я попробую прокомментировать. Смотрите, действительно, функции независимой настройки доступа в соответствии с ролевой моделью для конкретной строки, например, справочника или даже для конкретной ячейки какого-то источника данных у нас на текущий момент реализованы в нашей платформе Foresight. То есть эта функция есть. Вот. А что касается FlyBI, то поскольку у нас, ну, сейчас только система молодая первоначально выпуск, эти функции, вот таких сложных для разграничения доступа данных пока, конечно же, у нас здесь не реализовано. Ну, а по мере развития, по мере интеграции вот с Foresight платформой мы будем эти функции постепенно добавлять. То есть, например, у нас в ближайших планах есть добавить в полной мере реализацию справочника или измерение Foresight, где эта функция есть, да, где-то можно права настраивать на каждый элемент. И таким образом, если этот элемент будет подключен из Foresight, то пользователь, который FlyBI будет пользоваться, там, на каких-то даже бождах, действительно, для него сможет эти данные фильтроваться. То есть, зашел один пользователь, он видит там одну часть справочника. Зашел другой пользователь, он видит другую часть справочника. То есть эти функции у нас есть в планах, и мы будем постепенно их расширять. Спасибо большое, Евгений. Так, следующий вопрос. Ну, я немножко совмещу. Ну, тут оба они касаются Excel, и, с одной стороны, Дмитрий Гурьев спрашивает, строка-заголовка при загрузке может быть только одна в Excel? Ну, заголовок бывает же такой сложный, да, из нескольких строк. Тут, честно говоря, я вопрос не понял, да, я вопрос видел, не совсем понял, что имеется в виду, какой заголовок. Заголовок в таблице просто бывает одной строчкой, а бывает, что первая и вторая строчка, например, как объединенные ячейки, и когда мы загружаем, мы можем указать, что заголовок находится в первой и второй строчке, к примеру. Есть там такой функционал, где можно выбрать, сколько строчек являются заголовком в таблице? Да, я понял. Да, есть такой функционал, то есть можно выбирать, сколько строчек у нас будет пропущено в Excel. То есть есть там заголовки, нет заголовков, то есть такая функция есть. Ну, а чуть-чуть там, забегая вперед, там на будущее, пока вот мы не умеем грузить, загружать, там, например, кросс-таблицы, но в планах тоже такая функция есть, то есть можно будет прямо настраиваться, где там строки, столбцы, как данная скомпонована, и вот таким образом можно будет загрузить данные из кросс-таблицы. Но опять же повторюсь, пока что эта функция в OffLibia есть, но в платформе Foresight эта функция, конечно же, есть. Владимир Ширяев спрашивает, когда мы загружаем Excel, должен быть какой-то определенный формат этого Excel? Ну, то есть там старый формат XLX или какой-то вот, или без разницы, системы XLS или XLSX? Да, должен поддерживаться, в принципе, и старый, и новый формат. Ну, также в планах есть поддержка там более таких отечественных, скажем так, условно форматов, типа OpenOffice, MyOffice, LibreOffice, такие форматы. Это чуть попозже появится. Так, Дмитрий Гурьев еще задает вопрос по поводу хранения. FlyBI физически хранит данные или же используется только как средство визуализации? Если мы используем режим прямого подключения к данным, то FlyBI данные у себя не хранит. То есть FlyBI только хранит, скажем так, мета-данные, то есть описание проектов, там, какие есть визуализаторы, какие настройки пользователей, это хранится в собственной базе FlyBI на базе сервера Suboday Postgres. Вот. Но в режиме прямого подключения данные у себя не хранятся. Как только мы переключаемся в режим извлечения данных, сразу же задействуется вот как раз внутренний движок на базе колоночной Suboday Clickhouse, и в этом случае источники данных исходные, они будут перегружены в Suboday Clickhouse, и тогда они как бы будут храниться, получается, в Clickhouse. Спасибо. От того же слушателя вопрос по поводу скрытых полей. При отображении данных в агрегированном виде есть ли возможность включения спецагрегации по скрытым полям в расчетных показателях? Так, ну, смотрите, на текущий момент вычислимые показатели у нас реализованы, скажем так, в виде SQL-выражения, то есть непосредственно на источнике. То есть можно SQL-выражение написать как бы на какой-то удаленный Suboday, можно SQL-выражение написать на хранилище Clickhouse. Если в это SQL-выражение можно включить какой-то оператор, который будет как-то там хитро считать какой-то агрегат, то это сделать можно. Вот. Но еще, скажем так, в ближайших планах у нас сделать дополнительный слой вычислимых показателей, который будет уже не на уровне Suboday считаться, а на уровне как бы уже полученных данных. Вот. И там будет, ну, как бы еще на небольшой степени свободы можно будет там использовать различные операторы уже, скажем так, из нашей встроенной библиотеки функции. Угу. И задам, наверное, последний обобщенный такой вопрос. Тут много вопросов насыпалось. Но думаю, если мы сейчас каждый будем засчитывать, мы можем здесь надолго задержаться. Задам вопрос по обновлению данных. Вот два слушателя. Один спрашивает вообще, как часто происходит автообновление, можно ли задать параметры запуска. И другой, да, тоже спрашивает, инструмент работает сразу с загружаемыми данными или есть возможность обращаться к обновленным данным, например, раз в час. Ну, вопрос уже, я, по-моему, на него ответил. На текущий момент, действительно, мы данные загружаем один раз, либо мы можем их перезагрузить вручную. В ближайших планах реализация функции, во-первых, регламентной загрузки, когда будут автоматически данные перезапрашиваться там с какой-то заданной периодичностью. И второе, это инкрементальная загрузка, когда там с какой-то периодичностью будет запрашиваться какая-то дельта данных. То есть эти две функции, они у нас есть в ближайших планах. Все, спасибо. Я думаю, пока можем продолжать тогда наш вебинар. А на вопросы будем уже отвечать письменно в чате, а что не ответим, на следующем блоке ответа вопросов мы зачитаем их. Спасибо большое, Евгений. Да, спасибо. Продолжим. Перейдем на вторую вкладку «Анализ данных» для того, чтобы уже начинать визуализировать наши данные. Итак, когда мы на нее переключаемся, нас сразу встречает такое бескрайнее поводно, где мы можем размещать эти визуализации. Также раздел «Вскрываемый» с нашими данными. Это измерения и факты. Измерения — это все текстовые поля и дата. Календарные. Потом расскажу о ее очень классной функции. И факты. Это у нас все числовые поля. То есть это дробные с таким значком и целые с таким значком. Также их можно всегда искрыть тут, в каждом из блоков. Все. Так, справа у нас настройки каждой конкретной визуализации. Ну и все. Все просто органично и элегантно. Итак, начнем с построения наших визуализаций. Вот такой вот набор есть на данный момент. Особенно хочу заметить, что есть сценки-диаграмма, которые редко где встречаются. Мало кто из разработчиков ее решается реализовать. Так, ну, согласно ТЗ, Михаилу требуется видеть сезонность. Для этого лучше всего подойдет лепестковая теаграмма. Для этого мы просто выбираем ее из списочка и жмем на том месте, где мы ее хотим разместить. Навигация у нас осуществляется либо, ну, пока только с зажатым пробелом и левой кнопкой мыши. То есть, вот мы осуществляем навигацию. Скроллинг у нас с зажатым контуром и колесиком мыши. Либо вот здесь менюшечка, плюс-минус. Либо подогнать по всем объектам. Ну, либо если их несколько, то только по выделенному. Итак, это у нас лепестковая диаграмма. Нам необходимо здесь вывести месяцы и товарооборот. И сразу у нас построится диаграмма сезонности. Сезонность. Также мы можем ее настроить как надо, но лично эта диаграмма мне нравится в таком виде, в котором она есть. Далее, следующий вопрос требуется, ну, который клиенту хотелось бы видеть, у нас динамику по годам отобразить. Для этого давайте используем столбиковую диаграмму. Так что выберем ее и расположим. Да, кстати, каждую визуализацию ее можно масштабировать. Можно ее перемещать в то место, куда нам захочется. В принципе, легко и просто это делается. Для того, чтобы построить динамику по годам, нам потребуется дата заказа в столбце и товарооборот, и прибыль. Так, вот сразу у нас расскажу про даты календарные. По умолчанию всегда выбирается один год. Ну, это сделано на всякий случай, чтобы если данных гигантский объем, не повесить систему и все-таки такое. Для этого нам необходимо выбрать в меню фильтров добавленного измерения и настроить фильтры. Здесь можем либо вручную отметить нужные, необходимые нам данные, можно проваливаться вплоть до дней. Система это делает автоматически, автоматически с датами. Либо просто правой кнопочкой мыши есть, либо снять отметки, не уберем, месяцы тоже уберем и отметим все годы. Все, диаграмма у нас построилась. Так, теперь, в принципе, все данные у нас добавлены. Агрегации все правильные суммы. Теперь перейдем, рассмотрим более подробные настройки. У каждой диаграммы они, в принципе, разные, ну, немного похожи, но чем-то отличаются. Итак, заголовок переименуем. Переименуем это у нас динамика по... Соголовок мы можем только скрыть, показать, поменять тип в данной диаграмме по накоплению или рядом, легенду перемещать в любое положение, которое захочется. Оси значений, задавать единицы измерений, ограничивать максимальные, минимальные значения. И вот то, что нам сейчас нужно, это добавить подписи данных. Так, расположим их сверху, например. Все красиво. Значения, ну, чтобы поменять отображаемое, показывать либо только значения, либо наименование ряда, либо точки. То есть, покажу. Ну, лучше выглядят только значения. Все и так понятно, без подписей. К тому же, есть подсказки, когда мы наведем, то мы видим, что это у нас и товарооборот 2004, прибыль 2004, все видно. также любую визуализацию можно экспортировать в PDF. И дальше ее можно стандартными средствами браузера либо скачать, либо распечатать. так, далее, далее, далее по ТЗ нам необходима товарооборот по категориям. Для этого, думаю, лучше всего подойдет, как бывает, агрома. Так, товарооборот по категориям. Это у нас наименование категории и товарооборот. Так, не туда. Строки. Да, вот. Сразу же настроим ее. Легенда слишком большая, скроем ее. Добавим подписи данных. Расположим их, как нам хочется. Так, значение абсолютное, процентное. Пусть вот процентное, чтобы видеть доли. Ну и все, данные настройки в этой визуализации кончились. Итак, построим еще для того, чтобы сравнивать клиенту хочется видеть товарооборот по категориям. Ну, вернее, уже прибыль по категориям. Давайте используем кольцевую диаграмму. В этот раз, в принципе, они не сильно отличаются. Так, это у нас прибыль нужна. И также наименование категории. Да, все. Кстати, хочу заметить сразу, что в данном биоинструменте визуализациях одинаковые наименования по измерению отображаются одинаковым цветом, что очень удобно. Вот, например, женская одежда и тут желтенькая, и тут желтенькая, тут красная это мужская обувь, и тут красненькая тоже мужская обувь. Не все биоинструменты могут этим похвастаться на российском рынке. так, ну и тоже скажем легенду. У нас есть подсказки. Так, Вика, напомню, что еще там нужно было по ТЗ. По техническому заданию нашему заказчику необходимо отслеживать не только план факта или какие-то просто фактические показатели, а хочет видеть, насколько эффективна его система мотивации в разрезе сотрудников. То есть совместить сразу несколько показателей от продажи и зарплаты. Так, ну давайте это на линейчатой диаграмме увидим. Так, для этого нам потребуется годовая зарплата сотрудников наших, вывести их имена. Прибыли липы? Давай товарооборот возьмем и среднюю скидку, например. То есть обычно всем интересно посмотреть, как продают и за счет чего. Так, так, кстати, вот по поводу фактов, у них менюшка немножко отличается от измерения, то есть здесь можно выбрать агрегацию, это сумма, арифметическая средняя, минимум, максимум, количество значений, количество уникальных значений, и остальные. Так, для годовой зарплаты лучше выберем среднюю и для скидки тоже среднее значение. Так, и вот такая вот диаграмма. Так, Вика, я знаю, что ты хочешь озвучить, что клиент увидеть на этой диаграмме. Здесь главный инсайт, который хотел отслеживать наш заказчик, что мы сразу видим на одной диаграмме ряд показателей в разрезе измерений и видим, что у нас есть сотрудник Collins, который продает у нас всех меньше, при этом получает всех выше зарплату по рынку среди своих коллег. и здесь вот как раз преимущество, что у нас это сейчас с вами разные фактовые таблицы и FlyBI справляется с тем, что может разные показатели совместить с одним справочником в одной визуализации. Ну и, соответственно, заказчик уже подумает над тем, чтобы пересмотреть свою систему мотивации, где ему это будет полезно. То есть за счет чего все-таки нужно поощрять тех, кто хорошо продает, а не за какие-то старые застоги выплачивает бонусы. Ну да, верно. Итак, еще, кстати, хочу показать очень классный инструмент, который мне здесь понравился. Это так называемые слайды. Выбираются они вот здесь. Это такая область, такая визуализация, которая позволяет в себе объединить несколько разных визуализаций. визуализация. А, да, важная такая штука, это как дублирование визуализации. Можем любую визуализацию продублировать и изменить, например, на другое представление. То есть, например, вот эта визуализация имеет вот такое табличное представление, но ее также можно сразу изменить. Например, сотрудников нам хотелось бы видеть в строках наши факты в столбцах. И, например, мы хотим там добавить в разрезе категорий. То есть, добавляем еще одни строки и вот табличка у нас разбивается на категории. Так, теперь обратно к слайдам. Это такая область, куда мы можем переместить любые наши уже созданные визуализации или создать новые прямо в слайде. Сейчас перемещу парочку, чтобы показать вам. Теперь нам надо включить фильтр по выделению, синхронизацию и теперь выбирая в отдельных разных визуализациях, находящихся на одном слайде, у нас данные во всех других визуализациях будут обновляться и фильтроваться по выделенному в этой визуализации измерению. для того, чтобы спросить фильтр, можно либо в конкретной визуализации его сбросить после ответственной кнопки или вообще на всем слайде. так, что-то у нас забаговалось. Ну, система новая еще существует и разные баги. для этого я и сохранялся так часто. Система пока отсутствует автоматическое сохранение. поэтому делать это пока нужно часто. Но, судя по общению с коллегами разработчиками системы, отвечали они в принципе оперативно, даже были готовы к бизнесу предоставить самые последние патчи багфиксы, чтобы у нас все прошло замечательно. Им за это огромное спасибо. Ну, сейчас посмотрим. ну, то есть в принципе то же самое еще выделять можно таким выделением нескольких категорий и на разных визуализациях. Вот как раз можно посмотреть кто, что, сколько, чего продавал. Ладно. В принципе, так, все ли я показал по визуализации. Да, в принципе, все показал основное. Можно переходить к опыту вопросов-ответов. да, спасибо большое, Евгений. Вопросов у нас тут прям очень оживленно насыпалось. Я прям даже не знаю зачитывать их конкретно или я, может быть, попросила Евгения нам прям по конкретным функционалам поподробнее рассказать, да, я думаю, что в процессе как раз таки мы закроем часть вопросов из чатов. Например, по функционалу фильтрации. Очень-очень-очень много вопросов, да, каким образом настраивается, есть ли возможность сделать такие созависимые фильтры, есть ли возможность сделать фильтрацию по условию, есть ли возможность сделать, ну, есть ли релевантные фильтры, что, да, при выборе фильтрации другие фильтры подстраиваются под выбор остальных. По клику на дашборде вот такие вот вещи. Расскажите нам про функционал, пожалуйста, Евгений. Так, ну, на текущий момент у нас есть несколько видов фильтрации, то есть давайте я там вкратце перечислю все виды, которые у нас сейчас есть. Во-первых, есть фильтрация на уровне моделей данных, то есть когда мы получаем какую-то выборку, да, из внешнего источника, мы можем дополнительно, помимо вычисляемых полей, можем задать фильтр модели, где, например, зафиксировать, что мы хотим видеть не все данные, а данные, например, только на определенную отчетную дату или там за полгода, за год и так далее. То есть это как бы такой входной фильтр, который отфильтрует у нас данные на уровне СУБД. Дальше уже в момент анализа данных также есть несколько видов фильтрации. Ну, во-первых, это стандартный вид фильтрации, когда мы можем отмечать или разотмечать определенные элементы измерения. То есть по умолчанию, допустим, мы накинули какой-то визуализатор, по умолчанию отметились все элементы, которые у нас есть в выборке, но мы не хотим видеть все элементы, мы можем зайти на левую панель, выбрать конкретное измерение, на котором он построен, и отметить там только требуемые элементы, которые хотим включить в расчет, включить в визуализацию. Задавался вопрос, если такая отметка по формуле, такой функционала пока нет, он у нас там есть в планах. То есть мы планируем, что ее отметку можно будет там сдавать по формуле. Вот. Ну, например, там отметить только там топ, столько-то категории. Дальше. Что касается интерактивной фильтрации, такая функция тоже есть. В случае, если мы несколько слайдов объединяем, несколько визуализаторов объединяем на слайде, в этом случае как бы каждый слайд может, вернее, каждый визуализатор может влиять на фильтры. То есть если вот мы включаем иконку фильтрации на одном визуализаторе, это означает, что данный визуализатор будет управляющим, и в этом случае отметка там, например, ячеек таблицы этого визуализатора, или там какого-то вот кусочка пирога, например, круговой диаграммы, она будет приводить к тому, что основные данные, связанные внутри этого слайда, они будут также фильтроваться. Причем можно будет и второй, и третий визуализатор добавить в область фильтрации, и тогда каждый из них, каждый визуализатор будет как бы так интерактивно уточнять вот эту отметку, сокращать область выбора и получать более детализированные данные. То есть на текущий момент у нас реализованы такие функции. Так, поняла, спасибо. Второй блок вопросов касался функционала drilldown. Там очень два похожих рядышком было вопроса. Один человек прям буквально спрашивает, есть ли такая технология. Второй спрашивает, можно ли в режиме просмотра переключать столбиковую диаграмму по уровням дат, по годам, кварталам, месяцам. Так, ну второй вопрос. Такой функции пока нету, то есть в принципе там различная, там интересная манипуляция с календарем, там с разбитием календаря, там над делением там уровней календаря настройки. Вот таких функций у нас пока нет, они в планах у нас сейчас значатся. Что касается drilldown, но здесь обычно принимаются две вещи. Есть детализация данных, когда нужно там по какому-то отмеченному элементу визуализаторов просмотреть просто исходные табличные данные. Это один вид детализации. И второй вид детализации, это когда у нас есть поддержка иерархических измерений, просто мы переходим между уровнями этих измерений. То есть, допустим, у нас были федеральные округа, мы провалились на уровне региона. Вот, пока что, к сожалению, обоих функций у нас нет, они также у нас есть в ближайших планах. Ну, соответственно, когда появятся иерархические измерения, мы сможем поддержать drillup, drilldown по уровням измерений, ну и функцию детализации, там, проваливания на уровень исходных данных, там, детальных, тоже у нас есть в ближайших планах. Так, были вопросы по поводу таких сложных диаграмм, как бы комбинированных, условно говоря, да, это либо когда у нас две линейчатые диаграммы с одной общей осью OX, либо когда у нас гистограмма, например, и через нее протянута еще линейная диаграмма, там, например, с планом. Есть такой функционал? Да, коллеги, смотрите, у нас, на самом деле, если мы говорим про большую платформу, там есть очень большое число настроек по диаграмму, мы еще не все их успели перенести, то есть мы, как бы, на текущий момент, поскольку у нас там релиз вышел буквально пару месяцев назад, включили базовые настройки. Конечно, мы будем эти настройки доразвивать, увеличивать их количество, и в том числе нам важно получать от вас обратную связь, какие там режимы работы диаграмм, какие настройки все-таки используются в ваших кейсах и нужны там потенциальные пользователи в первую очередь. Поэтому мы ориентируемся на наших потенциальных пользователей и заказчиков, и, безусловно, мы эти настройки там несколькими, скажем так, в каждом релизе будем примерно дообогащать самыми актуальными. Дважды был задан вопрос о расчетной колонке в опыте. Выполняют только построчный расчет? Видимо, связаны с ним ниже. Можно ли считать на всем массиве? Так, ну, расчет у нас, вычислимые поля на текущий момент у нас считаются на уровне суба D, ну и действительно они, получается, рассчитываются на всем массиве, ну, то есть, условно говоря, если мы там какую-то функцию написали, вычислимое поле, она будет применена ко всем записям модели. Вот. Здесь, наверное, речь идет о том, что нужно посчитать какой-то агрегат. Ну, сами базовые агрегаты, они рассчитываются автоматически, то есть, если мы накинули там одно-второе измерение в визуализатор, агрегат будет посчитан автоматически, формулу этого агрегата можно задать. Вот. Если нужно посчитать агрегат не на всем массиве, а на каком-то выделенном или там по какому-то условию, ну, у нас есть ближайшие планы добавления, скажем так, SQL-источника, то есть, можно будет добавить модель SQL-источник, в котором там посчитать дополнительно там какой-то специфичный агрегат и потом его добавить уже в визуализатор. Вот. Будет SQL-источник и будет возможность там несколько моделей данных включать в проект, соответственно, разные визуализаторы строить на разных моделях. Вот это тоже у нас в ближайших планах. Еще была пара вопросов, касающихся такой довольно интересного условного форматирования, очевидно. В одном случае был вопрос от Ивана Федорова. Федорова. Можно ли реализовать раскрашивание точек линейчатой диаграммы по формуле, ссылающейся на значение в предыдущей точке? Так. Ну, вообще, как-то сослаться на предыдущую точку, имеется в виду динамику. Это мы планируем делать через вычислимые показатели как раз уже не на уровне СОБД, а на уровне более высоком, на уровне уже загруженных данных. То есть они у нас когда-то должны появиться, вычислимые показатели. Вот. Ну и, соответственно, когда они появятся, мы вот сейчас интегрируем функционал внешних визуализаторов, и там появятся там различные эти, ну, можно сказать, там, Маркс, да, как они называются в табло. То есть там можно будет определенные измерения назначать в форме, цвету, размеру там и так далее. То есть вот такие вещи, они у нас, ну, прямо вот в ближайшее время должны появиться, буквально в течение, там, пары месяцев. Вот. И более того, мы готовим открытые API по созданию таких визуализаторов. Соответственно, там, любые наши партнеры, разработчики могут присоединиться и уже там наполнить систему каким-то кастомизированным визуализатором, где вот можно вот эти функции делать. То есть назначать какие-то сложные визуализации, не стандартное там назначение, а вот там на какие-то атрибуты форма, цвет, размер там и так далее. Ну, наверное, да. И на второй вопрос, по сути, вы тоже ответили. Можно ли выделять цветом отдельные столбцы по выражению? Ну, соответственно, тоже. Говорим, что будет. Это табличное форматирование, вернее, условное форматирование в табличном визуализаторе. Буквально там тоже самое в наших ближайших планах эта функциональность должна заехать. То есть мы сейчас над ней работаем. Я думаю, что не в этом, в следующем релизе должно появиться. Так, здесь еще задают вопрос. А если внесли лишние изменения, откатиться назад, отменив последние действия, можно? Или только открыть последнее сохранение? Ну, пока функции, поскольку система достаточно простая, да, там, все функции, они элементарные, там, особо мы, честно говоря, функцию OnDoor и До не внедряли. То есть пока такой возможности нет. То есть тут либо просто, либо исправить визуально, да, перетаскиваем то, что вы сделали последнее, либо действительно загрузить сохраненный проект. Еще был вопрос, вот Евгений, да, настраивал дашборды и фон, условно говоря, да, просто белый лист. А есть ли возможность вывести, чтобы там сетка была и проще было выравнивать? Или, может быть, даже есть функционал автовыравнивания, чтобы вот когда много дашбордов, да, как-то можно было в рамках какого-то диапазона это произвести? Так, ну, с точки зрения... Количество диаграмм, в принципе, мы там базово сейчас добавили, да, прямо чтобы 3D, наверное, здесь мы уже дадим это на откуп нашим партнерам, да, то есть подключаем внешний визуализатор, как я сказал, здесь уже можно прямо там любой полет фантазии реализовать. То есть он будет подключаться очень просто, будет использоваться распространенная... Можно будет подключать распространенные библиотеки, там, 3D.js, например, там, High Charge, Flow Charge и так далее. То есть, в принципе, любой разработчик, там, написав пять строчек кода, сможет там реализовать визуализаторы, которые пользователи смогут интегрировать в свои системы. В том числе, там, уже, ну, все виды диаграмм реализовать, которые пока что у нас нет, вот, мы ориентироваемся, первую очередь, конечно, на базовую. Прокомментировать еще тоже было много вопросов, и сейчас все еще они продолжают сыпаться, значит, у людей все-таки это прям такой важный момент. На текущий момент форматы выгрузки, которые доступны, и есть ли возможность выгрузки именно прям преднастроенных форматов, красивеньких, да, с красивыми шапочками, если это таблица, например. Ну, на текущий момент у нас мы выгружаем табличный визуализатор в Excel, все остальное в PDF, вот, должны где-то в ближайшее время появиться выгрузки в другие графические форматы, например, там, PNG, там, JPEG и так далее. Ну, и в целом, конечно же, слайды, вот, они у нас будут развиваться, у нас в планах есть создание юзер-стори, то есть некоторых связанных слайдов, да, которые можно использовать для таких демонстрационных целей. Вот, когда появится юзер-стори, можно будет также говорить о выгрузке, там, наверное, в PowerPoint, что-то такое. Угу. Тоже, кстати, часто задаваемый вопрос на наших вебинарах. Есть ли возможность осуществлять подмену фактов для графиков? То есть мы видим какой-то график, и нашим волшебным движением руки мы видим его, выведенным, например, по выручке, при переключении, там, мы видим его по прибыли и так далее. То есть вот именно не фильтр, а переключение и подмена, как вот говорит Всеволод Пиверей. Так, ну, скорее всего, здесь имеются в виду какие-то специальные интерактивные элементы, да, которые просто подменяют один на дашборд другим, или, например, переключают один юзер-стор на другой. Да, вот мы это тоже планировали. Единственное, что, наверное, это у нас прямо не было в ближайших планах, скажем так. Но если такие потребности будут, то есть, скажем так, некие интерактивные интерфейсные элементы, которые будут рулить расположениями, вообще переключением, видимостью каких-то элементов, то попробуем их реализовать раньше. Так, есть вопрос, ну, два даже таких похожих друг на друга вопроса. Зачитаю вопрос от Владимира Ширяева. Есть ли пользовательские настройки, которые можно сохранять и применять вне зависимости от входных данных? Ну, то есть имеется в виду какие-то общие вот настройки системы окружения, да, которые пользователи привыкли к работе, да, имеется в виду? Ну, здесь непонятно, какие нужны настройки. То есть у нас все, что меняет пользователь, оно, в общем-то, сохраняется в проект, причем пользователь как бы работает со своей изолированной областью, то есть он по умолчанию проекты чужие не видит, он работает только со своим проектом. И там он может, ну, делать все, что угодно, там, дублировать проекты, делать там какие-то копии там и так далее. То есть какие еще нужны вот настройки именно, которые бы повысили удобство работы пользователя, наверное, готовы обсудить, что нужно. По-моему, тоже не раз встретился вопрос, можно ли сделать такой тул-тип и вывести туда дополнительную информацию, кроме той, на основе которой построен график? То есть свои какие-то пользовательские подсказки, условно говоря. Да, то есть имеется в виду, скорее всего, что тул-тип по тому разрезу, который не был визуализирован на... Ну, да, на самом виджете. ...графики там, эти контрольные разрезы. Да, я понимаю, но тоже про это думали. Скорее всего, это у нас какие-то есть в бэклоге доработок. Тоже, наверное, не на самом высоком приоритете. Но мы знаем, что эта функция удобная. Видели ее там у многих продуктов конкурентов. Конечно же, будем пытаться догонять. Спрашивает Леся Чуприкова. Есть ли мобильная версия? Про мобильную версию тоже мы думали. Пока эти работы немножечко отложили, потому что тут возник вопрос с импортозамещением, а будут ли у нас импортозамещенные мобильные устройства. Но в целом мы, безусловно, движемся в этом направлении. То есть мы будем готовить какие-то специализированные, скажем так, более усеченные версии, именно ориентированные на просмотр, причем на широком диапазоне устройств. То есть мы будем пытаться тоже это делать. Но первое, что нас, конечно, просит, это научиться встраивать вот наши объекты во внешние порталы. Наверное, вот в первую очередь мы это сначала сделаем, просмотр элементов Live BI в каких-то внешних сайтах. А потом уже будем делать просмотр. Да, кстати, да, где-то там был вопрос, есть ли возможность дашборды встраивать, видимо, куда-нибудь на свои сайты, например, или порталы. Да-да, я вот на него как раз уже ответил. То есть это у нас тоже одна из топ, скажем так, запросов от наших потенциальных пользователей. Прямо вот сейчас мы будем это прорабатывать, и может в ближайшее время реализовать. Владимир Ширяев обратил внимание, что на лепестковой диаграмме, где у нас была выведена сезонность, она упорядочена по алфавиту. А можно ли настроить, чтобы как в календаре? Ну, смотрите, это связано с тем, что у нас сейчас уровень календаря месяца не отделяется от уровня календаря года, и в данном случае мы просто сагрегировали по как бы названию месяца. Тут либо можно было хакерским методом сделать, например, добавить номер месяца перед наименованием, тогда бы они сортировались по порядку. Вот, то есть это просто связано с текущими ограничениями реализации. Ну, а так, конечно же, мы планируем внедрять различные фишки с точки зрения гибкой работы с календарем. Вот, пока что прям готового решения нет, только вот на уровне вычисленных показателей. Так, хорошо, поняла. Дмитрий Гурьев спрашивает, предусмотрены ли инструменты контроля консистентности транзакционных данных по отношению к справочным значениям тех или иных аналитик? Если данные подгружаются обновлением, то возможно ли оповещение на почту о подобных ошибках несоответствия? Ну, тут, конечно, очень технический вопрос. Наверное, тут требует какого-то пояснения или, скажем так, дискуссии. Сейчас вот, наверное, не возьмусь ответить. Но в любом случае консистентность данных, она в первую очередь должна проверяться, ну, соблюдаться на уровне сервера базы данных. Вот, то есть если мы открываем курсор и начинаем извлекать данные, то вот в этом курсоре то, что мы получаем, это мы надеемся, что они консистентны. Если они неконсистентны или там произошел какой-то сбой или там коммит какого-то нового блока данных, который в этот курсор, ну, как бы не попал, он просто в него, наверное, и не попадет. Но вот опять же зависит от типа СОБД внешней и от каких там настроек, там, наличия блокировок и так далее. То есть мы требуем отточнения, в каких ситуациях это может возникать. Так, я поняла. Сейчас. Что у нас дальше по плану? Еще пару вопросов. Так. Даже не знаю, может быть, пришло время поговорить о модели лицензирования. Как раз у нас уже время к этому переходить. Про модели лицензирования вы или Юлия? Да, давайте. Спасибо большое. Давайте я, коллеги, про модель лицензирования расскажу. Ну, продукт стоит очень бюджетно, да. То есть он продается по единой метрике. Это цена за одного конкурентного пользователя. Вот она, в общем, цена одного конкурентного пользователя может быть либо постоянной, либо по подписке. Если это постоянная цена, то это 30 тысяч рублей. Если это по подписке, то это 13 500 в год. У нас есть несколько очень хороших предложений специальных, да, которые, а при этом минимальное количество пользователей, это 50 пользователей, вот, которые закупаются. Но сейчас, поскольку продукт на старте, есть специальное предложение по подписке на 10 пользователей. Это всего лишь 250 тысяч рублей в год. Вот. Сервер FlyBI для 10 пользователей. Ну, и можно дальше наращивать по 10 пользователей, докупать, да, там, если нужно 20, например, 30, то шаг до 10 пользователей. И вот я слушала вопросы, да, очень много было вопросов таких, которые на самом деле миксовали функциональность и селф-сервисы, да, но и были такие более продвинутые с точки зрения, там, загрузки данных, консистентности данных. Ну, не забывайте, пожалуйста, коллеги, что, в принципе, у нас не один продукт FlyBI, да, что у нас еще продукт Foresight аналитической платформы, у которого очень широкие, продвинутые средства и загрузки данных, и построение моделей данных и так далее. То есть мы говорим о том, что, в принципе, сложные технологические задачи можно решать с помощью Foresight аналитической платформы, и когда там данные будут очищены, построены витрины, кубы, использовать Foresight аналитическая платформа как источник для FlyBI, да, и когда конечный пользователь в дополнение к тем дешбордам, которые редко меняются, да, или там отчетам, которые, ну, достаточно там, или экспресс-отчетам, или регламентным отчетам, которые требуют действительно сложной подготовки, проработки, но являются достаточно жесткими, то есть пользователь имеет возможность использовать FAP как источник и строит на нем свои там визуализации уже на, собственно говоря, подготовленных данных. И в этой связи у нас есть специальное предложение, некий бандл, который включает в себя сервер FlyBI, и пользователей, бизнес-пользователей FAP в минимальном количестве 10 лицензий, то есть фактически для того, чтобы продвинутые пользователи могли бы создавать, ну, какие-то сложные кубы, да, сложную обработку данных на стороне FAP, а дальше, собственно говоря, сервер FlyBI предоставляет возможность, доступаясь к этим витринам, конечным пользователям строить уже достаточно просто свою визуализацию. Вот такой бандл на 50 пользователей FlyBI, на 10 бизнес-пользователей FAP, а аналитика, продвинутого пользователя, он стоит миллион рублей по подписке, ну, то есть в год. Вот такие есть предложения. Мы считаем, что очень они на текущий момент бюджетные, привлекательные. Можно взять продукт, попробовать совершенно, да, минимальные инвестиции, посмотреть, привыкнуть к нему и при этом получать постоянное обновление, да, продукт очень активно развивается, как мы сказали, Евгений непрерывно упоминал, да, это только самая первая версия, но при этом она, в общем, да, в ней есть какой-то минимально необходимый, но достаточный набор функций для конечного пользователя, когда он может взять, например, один источник, это FAP, где там будет сложная подготовленная витрина с корпоративными данными, очищенными, выверенными, сложными, постоянно обновляемыми, и подключить к этому источнику свой Excel или свою СУБД и построить универс над этими данными и там обеспечивать свой анализ. Спасибо большое, Юля, за подробный ответ. Ну, либо использовать слайд, как настоятельный инструмент, но тогда и все, и все, и все. И, честно говоря, к сожалению, мы рассказывали о команде, которая необходима для внедрения системы. Если нет, расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, какие требуются сотрудники, с какими компетенциями для того, чтобы работать с вашей системой. Спасибо. Так, коллеги, ну, во-первых, наверное, нужно сказать, что продукт построен на базе сервера FlyBI, построен на базе Linux, да, в данном случае. AstroLinux мы используем на текущий момент, в будущем поддерживаем другие версии Linux, но в первую очередь мы ориентируемся на российские аналоги. Что касается развертывания, да, то есть, наверное, нужно ответить на вопрос, как дорого будет развернуть систему. Ну, на текущий момент, в принципе, мы готовы поставлять уже преднастроенный образ виртуальной машины, то есть, как правило, администратор, действие администратора заключается в том, что он добавляет наш образ на свою там ферму виртуализации, запускает, и, соответственно, у него уже готовый сервер, в общем-то, готов к серверу, готов к работе. Единственное, что нужно было там еще пару настроек выполнить там в ручном режиме, связанное с получением определенного IP-адреса, вот, и так далее. То есть развернуть систему и даже там запустить ее, в общем-то, может даже там любой пользователь ПК, то есть мы вот в качестве тестов используем у себя на обычных офисных компьютерах систему VirtualBox, просто импортируем образ виртуальной машины, запускаем ее, и это там занимает буквально 5-10 минут импорта запуска. Вот. С точки зрения администрирования, дальше администратор будет просто заниматься администрированием, то есть это включает в себя настройку доступа, то есть учетные записи пользователей для доступа к системе, и там по необходимости там отслеживания каких-то протоколов доступа, там каких-то ошибок, если они будут появляться, соответственно, там мы пытаемся поддерживать обратную связь, чтобы там какие-то ошибочные ситуации до нас доходили. Вот. Поэтому с точки зрения развертывания, достаточно одного человека-администратора в компании, который знает, что такое виртуальная машина, как ее запустить. Ну, соответственно, имеет опыт работы с Linux системами. Отлично. Спасибо большое, Евгений. Давайте резюмируем сегодняшний вебинар. Для того, чтобы работать с системой FlyBI, как мы поняли, достаточно просто компьютера, развернуть систему довольно-таки легко и работать с ней. Не нужно какие-то специализированные знания, там, разработки, еще что-то. Отличное решение даже в базовой комплектации, чтобы взял любой аналитик к себе в бизнес, поставил на рабочий стол и уже смог автоматизировать свои отчетности. Также отлично подходит, как я увидела, это решение для тех, у кого есть даже большие системы. То есть для того, чтобы без построения хранилища данных можно обращаться к первоисточнику. И для компаний, у которых есть уже хранилища данных, и они любят такой более серьезный подход. Что особенно понравилось, что это находится в общей экосистеме продуктов и не противоречит основному продукту компании, это форсайт-аналитическая платформа, а является ее дополнением. Хочется обратить внимание, что, несмотря на то, что система легкая, вкусная, как вы увидели, она сама автоматически понимает, как связать данные между собой, все-таки важный этап является и проектирование при работе системы, чтобы ключи правильно встоплялись между собой, и в дальнейшем уже пользователи-разработчики могли правильные качественные данные увидеть дальше в системе. Поэтому этап проектирования и написания технического задания тоже не хотелось бы упускать даже при работе с такой очень селф-сервисной BI-системой. Надеемся, что сегодняшний веб-дар был очень полезен. Юлия, Евгений, вам большое спасибо за то, что узелили время, сделали очень классный новый продукт для рынка. Даже в первом релизе нам очень он понравился. Мы надеемся, что он будет только развиваться и будем этому способствовать. Спасибо большое, коллеги. Спасибо за ваш интерес. Обращайтесь, пожалуйста, к нашим уважаемым партнерам, к биоконсалтам. Если есть вопросы напрямую к нам, пожалуйста. Мы всегда рады дать продукт на тестирование, продать продукт, слушать ваши требования. Спасибо всем большое. Отлично, хорошего дня. До свидания. Хорошего вам. Всего доброго. Продолжение следует...